здравствуйте утро как всегда вышло пощупать погодку прогуляться по своему участку посмотреть что и как и вот она остановилась наблюдая за воробьями по моему они решили обосноваться скворечники который давно уже опустел да парочка не улетает отсюда достаточно давно скачут исследуют иногда забираются вовнутрь интересно поселиться или нет летом этого домика не было видно поскольку он скрывался под листьями дикого винограда и хмеля что заплетает останки старой погибшей елки но теперь вероятно не послужит убежищем дворобушков ну что ж хорошо пусть апартаменты даром не простаивают вчерашний дождь пронесся незаметно под утро и небо почти расчистилась но сейчас снова появились облачка хотя дождя не обещают хорошенечко промочила землю и вот сегодня мне пожалуй надо будет заняться пересадкой цветов заранее раскопала и освободила от сорняков некоторые участки земли около скворечника и вот надо хорошенечко подумать чем бы украсить новоявленный участок у тура конечно была идейка в лес махнуть ну а вдруг приедут баней заниматься дима со своим напарником что отлучаться надолго не особенно хочется тем более что завтра снова дождь и послезавтра растение должно хорошенечко полить землю смочить все великолепно приживется поэтому как всегда подчиняясь лишь погоде будем делать ставки на благоприятный исход мероприятия и как всегда заняться будет чем так еще и третий жилец подлетел совета давать или собирается присоединиться четвертый ты смотри ну я надеюсь драки за домик не произойдет ладно буду наблюдать за птицами дальше возвращалась в дом а тут кто чем занимается уши на подоконнике валяется унифация раскинулся на кроватке а плутя плутует только что скинул с полки игрушку и теперь будет с нею шнырять по комнате старшие на нее сейчас внимания вообще не обращают утром уже успели набегаться на шныряться нагуляться ну а теперь устроившись ушенька отдыхает полюбила на местечко на подоконнике ну еще бы можно в окошко все время взглянуть на цветочки полюбоваться и вот опять появляется солнышко да надо как можно скорее убираться в комнате и выходить на улицу посидела за чашечкой кофе хорошенечко поразмышляла что куда пересадить и пора уже за дела приниматься ну что ты тоже со мной гулять отправишься конечно на улицу куда как интереснее а понем как всегда потягушеньки ух ну а ух 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 на кроватке. Что, мянь? Сейчас отправляемся. Нет, надо еще к пушку приставать немножко. Сейчас. Попытается разодорить ее на игрище. Маляка неугомонная. Ну что, не знаю, с чем заняться? Сейчас. Все, действительно, пора гулять. Солнышко вышло. Ну что, коренок, начнем, помалясь. Лопата готова, перчатки. Прохладно, но что поделаешь, в другом случае не будет. В первую очередь мне ужасно хочется пересадить вот этот разросшийся синий ирис. Очень красивый, хотя и не совсем крупные цветки Мика в свое время не подарила. Несколько кустиков у меня растет по участку, но этот вырос просто гигантским. И заслоняет он мне и примулу, листочки, которые изрядно успели покоцать улитки, и морозник. Да, надо создать растением благоприятные условия. Ну а для этого начнем с самого крупного куста, который я сегодня планирую перебросить на другое место. Ну и, естественно, поделить. Да, скопать я тут успела кое-что. Ну, эти растения были пересажены еще в прошлом году. Тут и желтый ирис растет, и лилейник. А, и тюльпанчики закопанные. Так, пожалуй, я сюда же еще немножко аквилегии посажу. Пускай в июне вместе с ирисами радуют сыние цветочки, как и желтые. Так, надо добавить кустик флоксов и посадить что-нибудь с семенами. И обязательно подсолнухи, но это уже весной. Так, вот на эту клумбочку можно будет что-нибудь добавить. Ох, чует мое сердце. Завязну я в мокрой земле надолго. Потому что, когда начинаешь подобным заниматься, как всегда, одно, другое, третье. И хочется все сделать лучше и красивее. Однако, пришлось попыхтеть, прежде чем вытянула репку, этот огромный разросшийся куст. У меня и здесь синенькие ирисы растут, и вон там. Ну, и решила я к ним еще или в кое подсадить. Вот вырос великолепный цветок у меня среди клубники, которую, кстати, сегодня надо бы собрать. А там еще один, тоже на клубничной грядочке. Надо все это перекидывать на другое место. Ох, нравятся мне эти душистые цветы. Тоже ранние и летние, но вырастают громадными на моем участке. И очень радуют своими сиреневыми цветками. Ну, все. Остапа, как говорится, понесло. На место ириса, который разместился с другой стороны забора, поместился горшок с ирисами. Но только на этот раз с голландскими, разноцветными, которые в июне цветут. Освободился морозник. Ну, и, естественно, те самые примулы, которые меня так радовали, а неца шариками цветут, заняли свое место. Только еще полить не успела. Ну, естественно, за забор перекочевали аквилигия. А вот около своей мастерской, где у меня только ранней весной, цветут маленькие звездочки гусиного лука, декоративный лук. Ну, вот этот вот, с шикарными такими фиолетовыми шариками, очень нежными и красивыми. Но потом все исчезает. Решила я здесь хост посадить. Росла, ну, у меня ксерокинушка около калитки. Честно говоря, глаз не особо радовал, потому что там все время очень быстро пробегаешь, и цветов не замечаешь. А вот сейчас надо бы еще какой-нибудь вид нарыскать на участке и здесь посадить. Ну, хост, в принципе, в полутените растет неплохо. Но каким-то растениям, естественно, нравится более солнечное место. И все-таки главный цветок осени – это октябринки. Вот эти вот громадные ромашки высоченные – это тоже разновидность октябринок – фиолетовые, сиреневые. И что удивительно, вот эти, совсем недавно бывшие снежно-белыми, начали также менять свой оттенок. И с каждым днем становятся все более яркими. Особенно, когда проглядывает сквозь облака солнышко. И флоксы радуют. Ну, вот, казалось бы, давно уж отцвели волосозябры. Ну, вот, боковой побег, и снова появляются герои-одиночки. Их мало, но они крупные, яркие, и могут порадовать. Нет, интересно все-таки с цветами возиться. Мне нравится. Однако с пересадками на сегодня, пожалуй, достаточно. Пора заняться сбором урожая. Ну, да, вот с такой вот скромной коржиночкой. Я для Русики в свое время сплела ягодки собирать. Так она у меня и осталась. Хочу айву собрать, японскую. Ну, кислые плоды, практически несъедобные. Но если их порезать, засушить, а потом в свой фирменный чаек добавить, насколько же он становится ароматным. Есть у меня пара кустиков айвы. Уж не знаю, полутия, что там произросло. Но надо сложить, посмотреть. Одна незадача. Колючая. Это самая айва. Но зато она цветет очень красиво. Такими оранжеватого персикового цвета. Цветочками. Но это ранней весной. А скоро кустик, вот этот, скрытый за октябринками, начнет желтеть и тоже порадует своими яркими красками. Да вон они, плоды, до которых мне предстоит добраться. Посмотрим, сколько их наберется. Так, а ты опять хулиганить собралась? Ох, понравилось ей последнее время лазить по навесу, где расположены дрова. Ну что, бесенок, может, отдыхать пойдешь? Нет, не набегалась. Куда там? Повсюду поскакать, полазить. Солнечная кошка. Действительно. Словно лучиком поцелованная. Да нет, нет. Не тем самым злючком, а солнышком. Есть у нас еще один луч. Но это отдельная история. Только Ник с ним справляется. Ну, конечно. Напрыгалась под ровняку, переместилась на яблоню. Насмотрелась с рябиной накануне. Как бы не фас и пуши по ней скачут. И вот теперь уподобляется своим старшим товарищам, которые благополучно спят и видят сны в избушке. Ну что, как связать будем? Да, надо было внимательнее наблюдать. У тебя замечательные преподаватели. К тому же плуги. Их можно было бы сегодня и поздравить. День учителя. Да-да, сегодня пятое число. Международный день учителя. К которому я имею некоторые отношения, точнее, имела. Меняется. Все в жизни меняется. Шестнадцать лет назад вышел на пенсию, проработав двадцать шесть в школе. А теперь занимаюсь цветочками, пророжу по лесу и общаюсь со зверюшками. Ну что, зверюшка, не свались. Внимательнее надо было наблюдать и слушать. Нет. Скоро она отсюда явно не слезет. Давай-давай. Упражняйся. Разминайся. Если что, я помогу. Да, вспоминаются наши школьные праздники, когда все учителя собирались вместе на сабантуй. Весело было, интересно. Каждый был уверен, что его работа, его предмет самые важные. Ну, я, собственно, не отставала. Но я обычно в этот день вспоминаю собственных учителей, тех, которые меня вывели на дорогу жизни. Какие же люди были замечательные. Да и сейчас, наверняка, преподаватели ничуть не хуже. Такие же одержимые своей деятельностью. Отзывчивые и добрые. Во всяком случае, хотелось бы этого пожелать всем ученикам, иметь именно таких педагогов. Но, увы, всё в этом мире меняется. Нет, я не собираюсь брюжать насчёт того, что вот мы были совершенно другими. Да нет, просто мир был совершенно другой. Ну, не собираюсь осуждать или хаять народное образование. У меня просто возникает вопрос. Почему раньше, придя из школы, я буквально за полтора часа справлялась со своими руками, удирала гулять во двор или отправлялась на занятия в спортивную секцию, а теперь дети вместе с родителями, которым приходится браться за учебники, заниматься с ними практически столько же, сколько их отпрыска будет в пошедшем школу. Ай, приходится тратить массу времени. Что изменилось? Вероятно, школьная программа. Возник ЕГЭ. Хотя я до сих пор не пойму, на кой он нужен. Ну, у каждого свои взгляды на этот счёт. Однако следует отметить печальное. Наше поколение не становится здоровее. Может быть, физическая культура стала по-иному преподаваться. А может быть, из-за того, что раньше ребёнок мог быть записан в любую секцию, которая ему по нраву, будь то плавание. Я вот, например, водными лыжами занималась. Кто-то на лёгкую атлетику ходил, кто-то на гимнастику. Ну, а теперь практически всё за деньги. Да, мир меняется. Ну уж, к худу или к добру, каждый решит сам. А я очень хочу поздравить всех учителей с праздником. Пожелать им отменного здоровья, крепких нервишек, а самое главное – доброты и взаимопонимания с своими учениками. Ладно, праздравились. А теперь можно и сбором урожая собираться, заниматься. А после в Савейный дол собираться. Интересно, что там у ребят делается. Ну вот, урожай подстать в корзинке. Впрочем, кустики декоративные я не столько ради плодов, сколько ради цветов сажаю. Самый крупный экземпляр. Вот теперь пускай всё это постоит. На верстачке обветрится, обсохнет. И, честно говоря, у меня больше, чем сбор этих самых плодов порадовала новость, которую я узнала. Всё. У Маши, Ароси и Генки появилась собака. Машка за ней съездила, забрала вместе с приятельницей. А сейчас опять поторопится на выставку. У неё там стенд, и Аня помогает. Замещая её прилавка, торгует Марфа Александровна своими гальваническими украшениями. И предстоит вернуться. Ну, а Роська с собакой останется дома. Гену уже успели подготовить. Он последний, кто узнал эту приятную новость насчёт появления нового члена семьи. Надеюсь, что пёсик ему понравится. Нет, не породистая собака. Чем-то напоминает корги, ушами и хвостом. Акрас такой же, как и Бонифаций и Пуши. Холмогорской породы коровки. Более длинные лапы, чем у настоящего корги. Но всё равно, какое счастье. Приехала она издалека, из приюта. Собственно, Машка долго искала собаку. Созревала, взвешивала все за и против. Но кнопки летом не хватает. Собака дома должна быть обязательно. Да, коряк? На следующий год у тебя появится ещё одна подружка. Помимо Веськи. Да-да-да. Представляю, как весело будет нашим псиночм общаться вместе. Надеюсь, что и к котам пёсик лояльно отнесётся. Маша назвала собачку Юрки, что по-японски означает снег. Ну что ж, снег на скалистых вершинах. Чёрный с белым. Вполне приятное сочетание. Рада. Очень рада. Но что до Росики. Перед отъездом, когда у него было не совсем хорошее настроение, мы с ним обсуждали радужные перспективы. Он-то уже знал о том, что щенок должен появиться. Кстати, малышке 8 месяцев. И я ему напомнила мультика, книгу «Малыш и Карлсон». Как малышу собаку хотелось. Выяснилось, что у Росислава Геннадьевича те же самые. Любеобильные отношения с животными. Выяснилось это давно. И о собаке он действительно мечтал. Ну что ж, мечты сбываются. И это просто здорово. Ну вот, вышла на дорогу к Савиному долу. И внезапно выскочила кнопка. Откуда ты взялась? Родная, недавно тебя вспоминала. Да, давненько не виделись. И что тут шныряешь? От избы своей вдалеке. Ну не знаю, не знаю. Вот еще один подарок на день учителя. С кнопочкой свиделось. А идти ей будет интересно с маленькой собачкой, которая приедет поиграть. Ах, что у нас творится на участках-то будет. Ну ничего, у скворечника езди побегать, поноситься, порезвиться. Отправила кнопочку путешествовать. Ну-ну. Надеюсь, что поведет себя благоразумно. Красотища-то какая. Прямо радуга какая-то. Ну я так понимаю, здесь несколько сортов вместе посажено. Они там корнями все переплелись. Но теперь главное, чтобы перезимовал и выжил. А это кто? Это вереск. И вон еще одна. А я думаю, вереск только летом цветет и весной. Вереск цветет август, сентябрь, октябрь. Они поздние очень. Ну как красиво смотрится. У тебя и роза бутоном. Так у меня вон этот крокус уже начал свести. Странно, я тут много луковиц закапывала. Я те, что у меня в том горшке росли с той стороны, я их сюда посадила. Сосна как красивая. Ну пока только один. Ну я сегодня тоже порвозила со цветочками. Это громадный ирис около крыльца пересадила. Хосток в своей мастерской перебросила. Ну вот это уж действительно осенний букет. А, вот еще. Лезут на цисте. Это занатус, который осенний цветущий. Чекнадеж в продаже. Угу. Нет, очень красивый. Там на горочке красиво смотрится. Ну, окно. Вон там так садила. Вон там тучки, да. Мароша! Все, Марошка нагулялась. Пора домой. У тебя даже василек луговой расшвел. Нет. Вот. А, пока не свечет. Вон там. Надо тебе думать, куда эту траву пересадить. Породишь ты. Да на ее место Туну посадила. Не знаю, что она оранжевее. Там это грипп или это просто осеннее. Морож! А, это Радик. Радик, Радик. И кнопка сейчас откуда-то на меня вылетела. Вот я сюда. А я посмотрела. Здорово. Жалко, что эти отсветают. Но они так долго стоят. Они очень долго цветли. Морожка! Пойду по дому. Нет, красотища. А вот и кубик. Самостоятельная псинка. Привет, привет. Сначала к хозяйке. У нее цыпленочек для морожки. Для морожки, а не для кубика. Мне нравится, что он стал без поводка гулять. А ему-то как нравится. Еще бы. Самостоятельная ему теперь. В земле успел поковыряться. Привет. Нет. Это не тебе. Это морожки. Вышел на веранду после кофе. Какая же красотища, когда солнце выходит. Еще темные тучи, да оранжевые тыквы, да прекрасные цикламены. И даже аконит распустился. Все-таки, когда солнышко выходит, совершенно иное настроение. Нит, я здесь. Ну, реально, еще те возьму. Ага. У меня букет готовят. Вот-вот. Из таких шикарных цветочков, которые у меня будут стоять всю зиму. Блин, я опять забыл, как они зваются. Что-то связанное со статикой. Хм. Все-таки, как же мне здесь нравится, в гараже. Ух. Просторно. Хотя не особо просторно, когда машина стоит. Красиво. И запах бетона. И катер. Вообще тут ночевать можно. Нет. Классно сделаю. Да. Гараж великолепен. И Тёма проводит там огромное количество времени. Ремонтирует машину. Придумывает что-то новое. Здорово, что он появился. Этот самый гаражик. Но у Ники в этом году возникла орхидейная. И она не вылезает оттуда. У всех интересы разные. Но каждый друг друга удачно дополняет. Своими знаниями. Интересами. Пристрастиями. Что-то меня. То мне милей моя мастерская. На улице снова исчезло солнышко. И я с огромным удовольствием. Залезла внутрь. С тем, чтобы приступить к последней шлифовке. Ох, не знаю, сколько просижу. Но очень хочется довести всё до ума. И уже сегодня поставить на плитку льняное масло. А пить не буду. В комнате и так достаточно тепло. Всё-таки хороший сегодня день. Да? Потому что и солнышко исчезло. Но всё равно праздничный. Ну, у меня праздник. День учителя. Ещё раз поздравляю всех сопричастных. У Роськи праздник. И у Генки, и у Машки. Потому что в доме появился новый питомец. Кстати, Роська прислала мне маленькое видео с юки. Где она уже валяется на диванчике. И, видимо, хорошо осваивается. У Марии сегодня. У меня общение с собакой только вечером начнётся. После возвращения с выставки. На которую она ещё и завтра собирается. Эх, хорошо жить, когда есть чему заниматься. Когда есть интересы, общение, любимое дело. Чего я всем желаю. Пусть у всех всё получается. И любые начинания заканчиваются успехом. Что ж, увидимся завтра. А я отправляюсь шлифовать. До свидания.